Друзья, всем привет! Меня зовут Хандошка Сергей, я профессиональный боец ММА, выступаю в Лиге ACB. В этом видео мы поговорим про процесс гонки, самый щепетильный, самый тяжелый, самый важный процесс. Я расскажу, как гонять вес, если у вас взвешивание и день боя в разные дни, и также, если вы выступаете на либийском турнире, у вас все в один день. Гонял вес, много гонял вес, и до того же стал профессионалом. Гонял вес, у меня также были соревнования в день боя, гонял неправильно или неправильно, поэтому опыта, в принципе, много, могу рассказать вам. Потому что и меня много людей спрашивают, пишут постоянно, как гонять. Но могу все равно сказать, что, во-первых, с гонкой шутка индивидуальная. И если один человек может согнать за сутки 10 кг, вы не знаете, что это смогут сделать все. И вы должны сначала это попробовать. Желательно, если это важный старт, вы должны это сделать в межсезонье. Ну, я понимаю, что это сложно заставить себя гонять вес, когда вам это не надо, но вы должны чувствовать свое организм. Во-вторых, нельзя пытаться заранее согнать вес очень сильно, много. И всю подготовку ходите без сил, потому что вы должны понимать, что, когда вы готовитесь, когда вы должны выходить на пик формы, у вас должны быть силы, вы должны быть максимально сильно тренироваться, расти и быть в боевой форме к стартам. Потому что многие забывают про основное и гоняют вес уже заранее, и ходят всю подготовку вот такие бледные. Я думаю, вы все встречаете таких людей, у которых вообще две недели до стартов, они уже никакие. И тогда мы понимаем, что турнир, скорее всего, обречен. Вот, ну, вы должны понимать, что если у вас взвешивание в день турнира, то у вас будет очень мало времени восстановиться. И поэтому сгонки с большими весами сразу отпадают. Вот. В такой сгонке вы должны сделать вес максимально больше диеты заранее, чтобы организм потихонечку привыкал, и вы не убирали все в последний момент, потому что это будет сложно восстановить. Вы потихонечку начинаете, там, не знаю, исключаете своего рациона, сладкое, мучное, жареное за неделю три, несмотря от веса. Это сложно, да, но это вам надо. И начинаете, да, уже, в принципе, вы тренируетесь так же, кушаете в тех же количествах, просто убираете вещи, которые могут затормозить вашу сгонку. Вот. На самом деле, вы очень почувствуете это, потому что я когда убираю все эти вот сладости, жареные вещи, бургеры, свои посуды, то у меня буквально за неделю уже уходит килограмма два-три, просто уходит. Хотя я кушаю, сколько хочу, пью. Вот. Пейте больше воды. Убирайте все соки, лимонады, морсы. Даже если домашний, там, компотик, он с сахаром, лучше пейте водичку. И насыщение есть, и полезно, и метаболизм разгоняется, ну и плюс вода не задерживается, если вы минимизировали соль, сладость. Вот. Последний, по-любому, наверное, скорее всего, вам придется в последний день попотеть, почтеть в сауне, да, или поддеть в костюме с огонкой и сгонять лишние килограммы. Но вы должны понимать, что это буквально два-три, ну максимум четыре килограмма, потому что у вас будет очень мало времени, чтобы восстановиться. А выходить на схватку не какущими, да, если вы даже сделаете вес вот такие, да, у вас там будет два-три часа, но вы понимаете, что в бою вы себя не сможете показать, и всю свою подготовку вы загубите вот этими на последнем килограмме. Поэтому, если вы гоняете вес, извести, что не в этот же день, то максимальный акцент – это диета, а уже остальное – это чисто так шлифануть вес, и все. Ну, если ребята, которые, да, делают это непрофессионально, ну, в связи с невозможностью, там, работа, время, сиян, то, в принципе, тоже не надо, там, прям, без углеводку максимальную делать, да, и в любом случае они же тренируются в сном раз в день, потому что все равно работа, да, полдня, а потом тренировка. Также оставляйте эти тренировки, но единственное, потому что, когда вы начнете диету, в любом случае, организм себя всегда ведет по-разному. Кто-то не заметит, да, таких вот резких перепадов, а кто-то почувствует, что вот не хватает мощи на тренировках силы, да, и он почувствует небольшой спад силы, энергии. И, скорее всего, это будет психология, потому что вам будет хотеться слизь какой-нибудь гадость, и вы будете, вам будет казаться, что у меня нет сил, и если это будет повторяться, если это будет за неделю-две до турнира, то, в принципе, можно снизить нагрузку, именно интенсивность. Вы можете посвятить больше времени технике, да, отработке технических приемов. Вот у вас есть коронки, либо, наоборот, проблемные зоны позиции, вот их вы нарабатываете больше, да, вот чуть уберите тогда тем, активность, делайте там две-три схватки законные свои, и потом уже все, больше технички, вот, ну, а в целом, я против сильно гонять вес, если, во-первых, не профессионал, и если вы, ну, вот, как ты говоришь, для своих амбистов именно поступали, побороться, да, для опыта, тогда просто найдите для себя комфортный вес на диете. Начните диету нормальную, диета – это не значит, что вы голодаете, диета – это значит, что вы нормально питаетесь, и убираете просто, ну, вообще, как идеально питаться, и это, ну, понятно, что мало кто-то кушает, все любят у нас дать солдину, ну, я ее даю каждый день, вот, но в целом вы должны, должны так питаться. И вот, примерно, смотрите, свой вес, не надо себя обманывать и гнаться, да, там, за какими-то самыми категориями, и вам думать, что вот вы весите, там, 80, но если я сгоню в 70, я всех победю, там, всех просто воткну, вот так сюда, но это нет, вы будете бессилен, не надо гнаться куда-то, везде есть свои сильные ребята в каждом весе, это их комфортный вес, поэтому у вас там не будет каких-то плюсов, выберите комфортный вес для себя и боритесь, получайте удовольствие, вы не должны, там, гробить свое здоровье, да, если вы не профессионал, вот. А, смотри, а касаемо, вот, диеты, твой любимый рацион, что ты, вот, обычно, на сгонках ешь? За месяц, когда-то в нейродиалом, в принципе, я так же питаюсь, я тоже сначала на такую сажусь, ну, в идеале, конечно, у меня редко это получается, я все-таки люблю покушать, вкусную еду, вот, но в целом мой любимый рацион – это с утра каша, желательно без сахара вообще, сделал кашу без сахара, сделал, туда добавил немножко меда, вроде и сладко, но это натуральная штука, да, я чуть-чуть сделал, из каши вкусной витамины, особо такой сахароди нету, вот, а так, овощи, нет любимого рациона, есть вещи, которые ты можешь есть, более-менее терпимо, потому что на сгонке все кажется невкусным, да, но вот, я вот креветки люблю, потом купил гриль и вот так вещи, там, ну, мясо на гриле делаю, да, там все стекает, вроде, очень вкусно, да, главное на диете запомнить, что нужно разнообразие, постоянно пытаясь как-то там запечь там с овощами, запечь какими-то там специями, не соль, перец, там, сахар, какие-то там, с чесноком запечь, вот, какое-то разнообразие делать, и тогда будет, а любимого блюда у меня нет, я все не люблю на сгонке, я, когда гоняю, я просто ем, чтобы не умереть на сгонке, потому что я не могу есть эту еду, вот, особенно без соли, но это я про свою сгонку, я вам расскажу, такую еду вы вряд ли сможете есть, вот, а на обычной сгонке это правильное питание, просто кушайте, кушайте салатские овощины, больше овощей, они не ссышают желудок, вы и наедаетесь быстро, и это очень полезно, и вес, который не встанет, мясо, больше мяса, мясо, мясо кушайте, можно чуть меньше гарнира, лучше овощи на гарнире, кусочек лингейки сделать, себе говядина, такое мясо легкое, свинину лучше уберите, если вы подгоняете вес, курочка идеально подойдет, ну, любая рыба, птица, только есть часто, небольшими приемами, вообще хорошая тема, я сам так пробую, реально, когда кушаешь нормально, тебе постоянно хочется есть, ты покушал, да, вроде немного наелся, через час-два, опять у тебя метаболизм, получается, разгоняется, если ты еще пьешь много воды, то желательно везде с собой таскать контейнер с едой, если вы гоняете вес, подгоняете, с правильной едой взял, покушал, небольшой прием, так все, потом, получается, за раз набились, у нас тяжесть, нам херово, мы думаем, е-мазай, да, и у нас в итоге только для организма большая нагрузка, если мы сейчас подгоняем вес, то у нас как бы желудок отвык, много еды дает, и все перевариваете, и сразу большая нагрузка, а когда мы чуть-чуть накидываем на диетки, он сразу все переварил, он отдыхает, организм восстанавливается, а еда уходит, я думаю, много, часто и мало. Субтитры сделал DimaTorzok